Всем привет! Хочу поделиться эмоциями, впечатлениями после замечательного серфинга. Сегодня втроем серфили на Лонг Бич, потрясающие волны были. И в момент, когда лежишь, сидишь на доске в океане и видишь, как постоянно приходит свэл, накатывают волны, понимаешь, что исконно, испокон веков, по сути, человек жил в гармонии с природой. То есть, допустим, Гавайи или Калифорния. Есть океан, есть фрукты, которые растут на деревьях, есть руки, ноги, голова для того, чтобы приготовить еду. Для того, чтобы своими руками построить хижину, построить лодку, придумать серфинг, доску для серфинга. И пользоваться дарами природы, которая нас окружает. Наблюдать, совершать какие-то действия, да, для того, чтобы эмоции в теле, химические процессы какие-то проявлялись. И наблюдать. Но в силу того, что людям, как я думаю, не хватает чего-то вовне или внутри, они выдумывают такое понятие, как мне нужно больше, чтобы быть счастливым. Мне нужно больше для себя. Мне нужно потреблять. Мне нужно придумывать в логическом уме что-то, что будет больше мне приносить. В общем, такое эгоистичное видение мира приводит к тому, что в людях доминирует жадность. А жадность, по идее, когда я хочу все себе, проистекает, ядро, ядро, главное, жадности, проистекает из желания, из желания контролировать. Я знаю лучше, я, как я желаю, так и будет. Я захвачу контроль над этим пространством, над этими людьми, над этим племенем, над соседним племенем. То есть, по сути, жадность людей не позволяет наслаждаться всеми дарами, которыми нас окружила природа. Океан, вода, огонь, жар, тепло от солнца, деревья, воздух, фрукты, овощи. И мы начинаем придумывать, я хочу pleasure, удовольствие для себя. Я хочу придумать что-то, чтобы принесло мне больше удовольствия. Разные виды блюд. Убиваем животных, употребляем мясо для того, чтобы желудок почувствовал вот это удовлетворение, вот это удовольствие вкушать пищу. Хотя, по сути, да, после этого обычно многие чувствуют тяжесть. Я говорю, допустим, за себя. Если я когда-то поем мясо, даже не в большом количестве, я все равно чувствую тяжесть, что не так оно переваривается, не так оно усваивается, как, допустим, авокадо, или, как, допустим, фрутболлс, тарелка из фруктов, смузи, да. Интересно все это. Интересно, почему в людях просыпаются вот эти низменные желания обладать, иметь больше, а не наоборот делиться и объединять. Ведь если мы подразумеваем на то, что у нас есть планета, одна большая планета, которая содержит в себе исчислимое количество богатств, доступных каждому из нас, и если мы делимся, помогаем друг другу, поддерживаем, но не разделяем на границы, на расы, на какие-то возрастные, классовые, социальные принадлежности, а объединяемся вокруг того, что у нас есть одна планета, и мы один вид, люди, человеки, как можно назвать себя, которые стремятся к одной цели, да, наблюдать, помогать, создавать, создавать во благо, создавать блага для себя и для близлежащих людей, близстоящих, для близкого круга людей, называемых семьей или друзьями, или единомышленниками. Ведь помимо пищи, которую мы потребляем, есть еще и информация, которая в нас заходит, которую мы позволяем впускать в свое сознание. А информация, так же, как и мясо, может изначально быть сладкой, вкусной, удовлетворять потребности мозговой деятельности, но в долго срок, в последствии, она питает какими-то негативными эмоциями, как информация, допустим, из телевизора. Если мы смотрим новости в любой стране, я не говорю за какую-то конкретную страну, вообще, по сути, новости, СМИ, они нацелены на то, чтобы расширять негативность, чтобы эмоционировали люди, чтобы, по сути, разделять и больше-больше вовлекать людей в вот эту составляющую спора, разрозненности. Но ядро, ядро, которое мы можем наблюдать, лежит в нежелании делиться, лежит в желании обладать для себя, получать для себя. А как мы все должны понимать или нам следует понимать, желание обладать или получить все больше и больше никогда не будет утолено, потому что это бесконечный водоворот, бесконечная такая черная дыра, которая впитывает в себя, и внешние какие-то проявления, но внутри это же как топка, она сжигает все, и опять ей нужно больше, опять ей нужно еще больше, потому что сам вектор направлен на то, чтобы получать для себя эгоистичное желание. Эгоистичное желание мне надо, я хочу, я, я, я. Это всюду я. Я умнее, я лучше, я более заслуживаю, я сильнее, я могу обладать этим. Благодарю, что нашли время и послушали, особенно те, кто дослушали до конца. Вообще, я счастлив, что у меня есть такой канал, который называется Мастерская души, где мы можем затрагивать струны нашей души различными способами, неважно это стихотворение, это разговоры по душам, или это просто видео из путешествий по различным местам на нашей планете. Всех обнимаю. На связи.